Продолжение следует... Многие посмотрят видео на YouTube и скажут, что не могут позволить себе жить в Бразилии. Жить в Бразилии дешевле, чем на Филиппинах, и с более высоким уровнем жизни. Кроме того, Бразилия предоставляет бесплатное медицинское обслуживание всем, в том числе посетителям, туристам, всем. Некоторые люди смогли снять жилье в Таиланде всего за 10 долларов США за ночь или всего за 100 долларов США в месяц. Суть в том, проведите исследование. Вещи могут стоить не так дорого, как вы думаете или думаете. Ссылки на видео и канал YouTube, которые я упомянул в этом видео, есть в описании. Этот человек путешествует по миру уже более 13 лет, а последние 4 года он путешествует по миру со своей девушкой из Малайзии. Они путешествовали по всей Мексике, Центральной Америке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. Однако они могут себе это позволить, поскольку не живут в крупных городах. Его канал на YouTube предоставляет информацию о том, как дешево путешествовать по миру. Его бюджет составляет от 1 тысячи до 2 тысяч долларов США в месяц, включая питание, проживание, транспорт и стоимость двух авиабилетов. Он зарабатывает деньги в интернете. Следующие клипы взяты из одного из его видео о переезде в Бразилию и жизни в одном из пригородов крупного города. Таким образом, это видео о том, сколько стоит жить в пригороде или сразу за пределами крупного города в Бразилии. Однако, прежде чем мы перейдем к тому, сколько стоит жить в Бразилии, давайте сначала поговорим о том, сколько стоит перелет в Бразилию и Соединенных Штатов. Это сайт Google Flicks. Я иду из Чикаго в Рио-Диа-Жанейро, и мне нужен билет туда и обратно. Как видите, это стоило около 800 долларов США. Однако билет туда и обратно до Рима, Италия, стоит всего 500 долларов США, а до Картахины, Колумбия, 400 долларов США. Дело в том, что вещи могут стоить не так дорого, как вы думаете или думаете. Я знаю людей, которые купили билет на самолет туда и обратно в Таиланд или на Филиппины примерно за 800 долларов США. И где человек, сидящий рядом с ним в том же самолете, заплатил более 1600 долларов США. Тем не менее, это зависит от времени года, в которое вы летите, от того, собираетесь ли вы ехать в выходной день по сравнению с будним днем, и от того, насколько заранее вы приобрели билет на самолет. Мужчина говорит, что его бюджет составляет 500 долларов США. Тем не менее, он платит арендную плату за свою двухкомнатную квартиру и арендную плату за дом с двумя спальнями. Когда вы вычитаете арендную плату, которую он платит за дом с двумя спальнями, его бюджет падает до 420 долларов США. Я думаю, что платить 80 долларов США в месяц за дом, это хорошая цена. Так что вы в Бразилии правильно? Да. Да, я нахожусь в штате Бае, Бразилия, на северо-востоке Бразилии, в маленьком городке примерно в трех часах езды от столицы штата Сальвадор. Здесь, в Бразилии, ты либо живешь в большом городе, как большая столица. У каждого штата есть столица. Или же. Риа или ты живешь в что называется интерьером, интерьером. Здесь моя аренда. Я начну с этого. Я живу в красивом новом кондоминиуме, две спальни, две марки ванной комнаты. Новый. Маленький сад, частный сад. Есть огромный бассейн. Тренажерный зал и жилой комплекс. За все это я плачу 170 долларов в месяц. Вы знаете, здесь у меня есть тренажерный зал и красивый бассейн. Существует своего рода барбекю и бар. И, как я уже сказал, моя арендная плата составляет 170 долларов в месяц. Все сам. Все себе. Вы знаете, здесь у меня есть тренажерный зал и красивый бассейн. Существует своего рода барбекю и бар. И, как я уже сказал, моя арендная плата составляет 170 долларов в месяц. Все сам. Все себе. Счет за воду составляет 20 долларов в месяц. Интернет. Хороший сильный, безлимитный интернет. 14 долларов в месяц. Сотовый телефон. Отличная сотовая связь. Неограниченный. 10 долларов в месяц. Еда. Я планирую 120 долларов в месяц. Я вегетарианец. Бразилия. Страна тропических фруктов и свежих великолепных овощей. Так ты никогда не собираешься. Вы можете очень хорошо, очень дешево и очень здорово питаться здесь, в Бразилии, за небольшие деньги. 46 долларов. Это то, что я выделяю на лекарства. Около трех с половиной лет назад в Сан-Франциско у меня случился инсульт. Большая часть моего шока. Я в порядке сейчас. Никаких проблем. Но мне приходится принимать четыре лекарства в день. Ты знаешь один. Просто один из препаратов в одиночку. Я немного волновался по этому поводу, потому что, очевидно, я не могу получить. Здравоохранение Соединенных Штатов здесь не работает. Один из препаратов. Просто одно из тех волшебных лекарств в одиночку. Если вам придется платить за это, только одно лекарство в Соединенных Штатах будет стоить более 300 долларов. Четыре моих лекарства, все четыре вместе, здесь, в Бразилии, обходятся мне всего в 46-46 долларов в месяц. Вам не нужен рецепт. Прямо как в Мексике. Много мест стран Латинской Америки. Вы просто идете в аптеку и показываете им, что вы хотите. Если это не психотропный препарат. Вы можете получить все, что вам нужно и хотите по очень низкой цене. Как я уже сказал, мне не нужно было получать рецепт. Мой Шурин только что отвел меня в аптеку. Я только что показал им свой американский рецепт. Я показал им бутылку прямо из Уэлгринс. Они посмотрели на него и дали мне бразильский эквивалент, который здесь является дженериком. Позвольте мне рассказать вам о системе здравоохранения. Здесь я ходил к врачу дважды в течение шести месяцев. У меня сильное обезвоживание. Я не пил достаточно жидкости и было жарко. Я думал, что у меня очередной инсульт. Это было похоже на инсульт. Я пошел в государственную больницу. Я получил. Взяли меня сразу и глазом не моргнули. И ничего не спросили, кроме моего имени. Мне сделали внутривенную инъекцию, сделали компьютерную томографию. И все это было совершенно бесплатно. Конституция Бразилии гарантирует бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию для всех. Даже если вы турист. Даже если вы иностранец. Даже если у вас вид на жительство, как у меня. Это потрясающе. Это сказочно. Нет. Я не знаю. Хотел бы я сделать операцию на головном мозге здесь. Иногда приходится долго ждать в зале ожидания. Это может быть немного беспокойно. Особенно если вы получаете уход в большом городе. Верно. Но это есть. Это там. Если вам это нужно. И, как я уже сказал, мой опыт был большим. В другой раз у меня просто была маленькая вещь. Мне нужен был дерматолог. И я пошел к частному врачу. И это стоило 20 долларов. Хорошо, у меня была хорошая маленькая вещь, удаленная с моего лица. Поэтому я нахожу здравоохранение чрезвычайно доступным. Моя 18-летняя племянница только что переехала в этот дом здесь, в Бразилии. И я плачу ей арендную плату. Ее арендная плата составляет 80 долларов в месяц за дом с двумя спальнями, ванной и задним двором. Вот такая дешевая аренда. Так что мои общие ежемесячные расходы составляют 500 долларов США в месяц. Я останавливался в отелях Аирбенбе по всему миру всего за 11 долларов за ночь. И Аирбенбе – отличная вещь. Дзиекуем из-за обеерзения. Прозвеклик нач прозычи из клубе АТО, засубскрибалач, за оставич комментарс и удостепничтеньфильм.